Шестой класс, двадцать седьмая серия. Комбинаторика. Мы сегодня с вами познакомимся с правилом суммы и с правилом произведения. Первая задача. Первую задачу мы будем решать по правилу суммы. А задача такая. На почте продаются конверты трёх видов и открытки четырёх видов. Нужно купить что-то одно, конверт или открытку. Сколько возможностей для выбора? Можно выбрать один из трёх конвертов, либо одну из четырёх открыток. Семь различных возможностей. Правила суммы. Если некоторый элемент А можно выбрать М способами, а элемент Б – Н способами, то либо А, либо Б можно выбрать М плюс Н способами. Вторая задача. На почте конверты трёх видов, а открытки четырёх видов. Нужно купить открытку, конверт, открытку вложить в конверт. То есть надо выбрать пару элементов. И конверт, и открытку. Допустим, мы выберем красный конверт. Вы можете выбрать одну из четырёх открыток и вложить в красный конверт. Хорошо. А если конверт зелёный? Тоже четыре возможности для выбора открытки. Если конверт синий, то же вы можете выбрать первую, вторую, третью или четвёртую открытку. Итак, всего вариантов двенадцать. Можно решить задачу по правилу произведения. Три умножить на четыре. Мы перемножаем возможности. Три возможности выбрать конверт и четыре выбрать открытку. И получаем ответ – двенадцать. По правилу произведения мы решили эту задачу. Правило произведения. Если некоторый элемент А можно выбрать М способами, а элемент Б – Н способами, то пару А и Б – это конверт и открытку – можно выбрать М умножить на Н способами. Первая задача. Шифр для сейфа составляется из четырёх различных цифр. Один, три, пять, семь. Обратите внимание, различных. То есть цифры не повторяются. Так, сколько различных вариантов составления шифра? Так, на первом месте вы можете записать любую из четырёх цифр. Ну, допустим, вы записали единицу. Допустим, значит, единицу больше записывать нельзя, потому что цифры должны быть различные. Для записи второй цифры у вас только три возможности. Ну, допустим, вы выбрали пятёрку, например. Значит, пятёрку больше уже записывать нельзя. Значит, у вас остаётся две возможности для записи третьей цифры, ну, а последняя уже та, которая останется. Перемножая возможности, получаем ответ. Двенадцать различных вариантов. Вторая задача. Сколько всего трёхзначных чисел, у которых все цифры чётные? Чётные цифры. Это ноль, два, четыре, шесть и восемь. Если речь идёт о трёхзначных числах, то на первом месте мы ноль писать не можем, потому что в разряде сотен у трёхзначного числа ноль не пишется. Итак, четыре возможности для записи первой цифры, а вот на втором и на третьем месте вы можете записать любую из пяти. Пять возможностей и пять возможностей. Перемножая возможности, получаем ответ. Сто. Сто таких трёхзначных чисел. Третья задача. Расстояние между пристанями. Теплоход по течению реки проходит за три часа, а против течения за четыре часа. За сколько часов проплывёт это расстояние плод? Плод движется со скоростью течения реки. Так, ну давайте рассмотрим, какую часть всего расстояния проходит теплоход за один час, когда идёт по течению. Значит, если весь путь за три часа, значит, за один час он проходит одну треть. Против течения он проходит одну четвёртую часть. Так, нам надо найти разность и разделить на два. Потому что когда он идёт по течению, река подгоняет. Когда против течения, река мешает движению. Вот, и давайте найдём значение. Сколько здесь получится? Так, здесь будет одна двенадцатая. Разделить пополам. Значит, одну двадцать четвёртую часть проходит плод за один час. Ну, значит, всё в расстоянии. Он проплывёт за двадцать четыре часа. Ответ – двадцать четыре часа.